И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от леса, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, он написан в книгах, с образно, с делами своими. Когда отдал им море, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Там, Слава Божия, говорит о конечном результате бытия человеческого на этой земле. Бог в свое время, когда создал человека, он создал для прекрасной цели, для того, чтобы человек прозволял своего Творца. И так оно и было до тех пор, пока дьявол в лице змея не подошел и не обманул. Он сказал, а правда ли, что Бог сказал, что вы не кушаете ни от какого дерева? А Бог не так сказал. Бог сказал, от всех деревьев вы можете кушать, но от этого дерева только не кушайте. Дьявол поставил под сомнение людей авторитет Бога. Адам говорит, нет, Бог нам сказал, что только от этого дерева, потому что когда укусим, мы умрем. А дьявол им сказал, вы не умрете, вы будете просто как Бог, будете знать и добро, и зло. И дальше написано, так и в первой книге «Бытие», описано в первых главах, что «И увидела Ева, что плод прекрасен, и вожделено, потому что дает знание, укусила, и зала, да». И это наступила духовная смерть. Бог прежде всего говорил о духовной смерти. И потом наступила физическая смерть, стал Каин, это сын Адама и Евы, на брата своего Авида, и убил его. Это первая смерть, которая была на земле. И вот с тех пор эта смерть, она и существует. С тех пор люди унаследовали то, что мы не хотим. То ли хорошее мы сделали, оно пишется. То ли плохое, оно пишется. То ли хорошее слово сказали, оно пишется. То ли плохое, оно пишется. И люди умирают, а дела идут вслед за ними. И вот эти книги нашей жизни, сказано, они открыты были там. И среди этих книг иная книга. Книга жизни. Это книга жизни, которую пишет Иисус Христос. Когда человек перед Богом кается, когда человек признает Бога своим браселинам, а себя грешникам. И Господь прощает ему грехи ради Сына Его Иисуса Христа, который проник кровь на Голкове. Этой кровью омывает, очищает, и он написан в книгу «Жизнь». И сказано, что перед ним стояло много людей, и малых, и великих. Все воскресли. И большие, и малые, и смерть, и ад, и море. Все отдало мертвых. Все говорят люди так, а те в море съели рыбы, те прошло уже много лет, что уже ничего не стало. Для Бога не было проблемы создать этот мир, создать человека. Для Бога нет проблемы восстановить все. И оно будет. Так говорит Слава Божьей. Но другой вопрос. Мы верим этому или не верим, это же вопрос другого характера. Но так оно будет. И сказано, что кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огире. Тот будет брошен в озеро Огире. Вот это конечная цель. Это смерть вторая. Это та смерть. Потому что это смерть, это временная. Это когда дух разлучается с телом. Тело идет из праха, потому что так Бог сказал, из праха взять и в праха возвратиться. Дух возвращается к Богу. Я думаю, что мы все знаем историю, как Бог создал человека. Из праха создал его и вдунул в лицо его дух жизни и стал человеком душой живой. Так говорит Слава Божьей. Я думаю, что мы этому верим. Потому что мы все являемся христианами. Но если мы верим, что так, то мы должны верить и другому то, что Бог говорит. Мы должны верить в то, что всем нам должно предстать пред суд. Все мы, то, что мы делали, собраны с делами своими. И если наши дела, которые мы делаем в жизни, делали и продолжаем делать, они не перечеркнуты кровью Иисуса Христа, они предстанут. И только то, что мы исповедовали пред Богом, только то, что мы сказали, Господи, прости меня, грешник, потому что я творил, то перечеркнуто. И апостол Иоанн говорит такое слово. Я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Это пишет верующим, это пишет все людям. Но если кто и согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который ходатайся праведцом небесным. Тот Иисус Христос, который воскрес, он сегодня прославленный. Если мы его сегодня представляем, как младенец на руках, который рисует на плакатах, как горе на воскресе, он воскрес из мертвых, он победил смерть, победил ад, посовезло на всеми силами тьмы. Никакие силы тьмы не могли удержать его. И эту победу он даст. Из этого похорону и шествует, а ему пребудет вечная слава. Аминь. Ну, теперь будет пение, Христа будет петь пением, родственники будут прощаться, и мы будем предавать тело земле. Если еще кто имеет слово, вот, соболезнование, утешение, сказать, пожалуйста, мы дадим после пения время. Пожалуйста, если у кого есть, скажите нам. Пожалуйста, пение. Горит. Сейчас, второй, второй марк, тогда, третий марк, ясно. Пожалуйста, не holds hands on the other, И страшный, тот да все народы, которые стадут сплю, Жены с мужьями разлучатся, Жены с мужьями разлучатся, Жены с мужьями разлучатся, На ветке на стенах. Да, день тот уж близок, День великий, страшный, Когда все народы Престанут пресудом, Дети с родными разлучатся, Дети с родными разлучатся, Дети с родными разлучатся, На ветке на стенах. Пожалуйста, если есть у кого слово сказать, Пожалуйста, мы даем время еще, Потому что время будем заканчивать, Наши поклонники. Ну хорошо, если нет, пожалуйста, продолжайте пение, Родные будут прощаться и будем опускать тело в ноги. Да, день тот уж близок, День великий, страшный, Когда все народы Престанут пресудом, Братья и сестры разлучатся, Братья и сестры разлучатся, Братья и сестры разлучатся, На ветке навсегда. Кто здесь пошли, Что это пошли, Кто там. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует...